Йога для мозгов И книгу, вот второй том, который лежит передо мной Йога для мозгов с очень интересными вопросами Автор Александр Бровинский Внизу написано для продвинутых мозго-йогов То есть это для вас Две книги и 2000 рублей будут разыгрывать в течение этого часа Хочу поприветствовать мозго-йогов и слушателей из Новосибирска Мария, правда, да? Совершенно верно Да, мы присоединились на частоте 96 и 6 И, кстати, кто-то из жителей Новосибирска сегодня впервые могут выиграть вашу книгу Да, и тысячу рублей? Да Это очень здорово Еще из объявлений я хотел сказать, что коронавирус нам не страшен абсолютно Вчера я читал, если неделю назад я рассказывал о Чаплине в населенном дожде Где-то вчера я читал лекцию о Чаплине и показывал там отрывки из фильмов А, это моя личная борьба с коронавирусом, что он нам не страшен 16 марта я в логове такого аукционного дома, который наверняка вы все знаете, Кристин Буду там читать лекцию «Мир авангарда и авангард мира» Это очень интересная лекция, потому что у меня много всяких штук из эпохи нашего авангарда 20-х годов, буду показывать и рассказывать, а, собственно, почему Когда мир говорит об авангарде, всегда вспоминает нашу страну И считает, что мы, в общем, цитадель великого авангарда Я бы даже сказала, мы в авангарде и авангарда И мы в авангарде, конечно, конечно Слушайте, я на вас посмотрел, а уже моя шутка запущена была? Нет? Знаете, я сегодня ко мне пришла клиентка, посмотрела на меня И я ей сказал, не хотите со мной обнулиться? И всем очень понравилось Теперь все друг другу предлагают обнулиться То есть, подождите, а вы мне тоже предлагаете обнулиться? Да Не хотите со мной обнулиться, Мария? А, давайте обнулимся? Давайте И добавим к выигрышу еще пару нулей А, так, чтобы обнулиться, нам с вами надо решить, под каким номером сегодня у нас победитель будет получать деньги У нас, слушайте, сейчас 17.06, уже 0.7 0.7 Ну, давайте какой? Четвертый, подальше, 7.7 Пятый Пятый, договорились Давайте, пятый Давайте Каждый пятый, который правильно ответит на вопрос, получает книгу «Йога для мозгов» и, естественно, с автографом, и тысяча рублей А теперь, Мария, скажите, куда нам звонить, куда не звонить, и мы уже начнем Итак, нам пишут на смс-портал плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 И давайте ограничимся только смс-порталом, и можете отправлять нам сообщения из приложения В приложении обязательно подписывайтесь, оставляйте свой контактный номер телефона, чтобы мы вас потом нашли Ватсап мы не смотрим в этом часе, поэтому давайте только смс приложения, сайта и ваши координаты Потому что, если вы не подпишетесь, то мы вас будем обнулять Мне жестко понравился этот термин Хорошо, так что пишите, и все у вас будет хорошо Сегодня я хотел рассказать вам, вообще давно хотел рассказать, но знаете, вот почему-то мне сегодня, вот именно на этой неделе захотелось это сделать И рассказать вам об истории некого кризиса, который получил название «Великая депрессия» и который стал таким, знаете, эталоном кризиса, если хотите Но может быть потому, что он продолжался в течение десяти лет, там, плюс-минус Причем совершенно неожиданно начался и довольно ожидаемо закончился Этот кризис, несмотря на то, что в Советском Союзе любили говорить, что это кризис американский Он приобрел такой глобальный все-таки масштаб и охватил еще некоторые европейские страны Но большей частью, безусловно, отразился на Соединенных Штатах Америки Вот все предпосылки и многое, что происходило во время этих десяти лет, за исключением Сухого Закона Который, там, отдельно стоящая история Кстати, с удовольствием как-нибудь рассказал бы о Сухом Законе Потому что это дивная совершенно вещь по глупости, сделанной правительством Соединенных Штатов Правительство делает, в любых странах делает ошибки, но глупость Сухого Закона, это, конечно, отдельная тема Я вам говорю, несмотря на то, что я человек непьющий Но если посмотреть на сам закон, это, конечно, верх катенизма, который был Так вот, если взять и исключить Сухой Закон из Великой Депрессии Ну, не рассматривать его скорее То все остальное каким-то образом настолько интересно и настолько характерно для других кризисов Что не поговорить сегодня на эту тему, ну, для меня было, в общем, практически невозможно Поэтому решил вам немножко рассказать Итак, Соединенные Штаты Америки, конец 20-х годов Давайте взглянем сначала, а что такое представляет из себя Америка в то время Потому что кризис просто так не возникает на ровном месте Надо понимать, вот с чем мы сталкиваемся, с какой страной Ну, прежде всего, это понаехали тут Вот понаехали тут, в Соединенных Штатах Америки было потрясающе много, если можно так сказать Дело в том, что по опросу, который был проведен в Штатах Перепись населения, простите, которая была проведена в Штатах в начале 30-х годов Каждый десятый житель Соединенных Штатов не родился, каждый десятый не родился в Соединенных Штатах Ну, только на том и стояли, но понаехали тут На понаехали тут, совершенно верно А их дети, их дети составляли еще две десятых населения То есть, эти люди приехали, у них уже родились дети Но они тоже относились, в общем, к понаехали тут Значит, ну, кто были эти люди? Ну, во-первых, я хочу сказать, от хорошей жизни не эмигрируют Это как бы известно, да, эмигрируют, когда что-то не так И поэтому бегут в страну В том случае, и на тот период времени Америка была, наверное, считалась страной обетованной Хотя многие эмиганты не понимали, с чем они столкнутся А столкнулись они с очень непростой ситуацией Итак, в США в то время, значит, до кризиса приехало Четыре миллиона итальянских католиков Которые столкнулись с тем, что католики были совершенно не в моде В Соединенных Штатах Куклусклан ставил вообще в основу свою Как бы уничтожение католиков Как бы отвергая их от протестантского налета Американцев, первых американцев, которые нам поселили Полмиллиона православных греков Полмиллиона венгров-католиков Полтора миллиона католиков-поляков Два миллиона евреев В основном, которые приехали из Российской империи Или бежали там из Польши Украины, Литва и так далее Полмиллиона словаков Опять-таки преимущественно католики Я объясню, почему я акцентирую на католики Дело в том, что так или иначе Протестанты, в общем-то, курировали главные отрасли И владели главными, знаете, индустриальными механизмами В это время Поэтому, конечно, католики считались Да и до сегодняшнего дня, в общем, католики считались Как бы униженными и оскорбленными И, конечно, все эти иммигранты шли на такую, знаете Самую-самую низкооплачиваемую работу Еще ее надо было найти Масульмане и евреи из Румынии, Хорватии, Сербии, Болгарии Черногории, где-то в общей сложности 2 миллиона человек И эти иммигрантские волны с самого начала 20-го века Были настолько велики, что Я уже вам сказал, из 120 миллионов человек Которые проживали на тот период времени в Америке 10% сознавались, что они не американцы, а недавно приехавшие И у них еще в среднем было по двое детей до кризиса То есть, ну, можете понять, что две трети населения Было каким-то другим, нежели чем коренное население американцев Что интересно, что в отличие от первых переселенцев Которые как бы рванули на землю, чтобы возделывать землю То вот эти все итальянцы, румыны, евреи и так далее Они не хотели селиться на территориях Чтобы заняться, знаете, там, земледельнием, скотоводством Я не знаю, что Это была прерогатива черного населения И это была прерогатива фермеров Особенно на юге, которые владели большими кусками земли Которые возводили там коров и не знаю там что еще И туда эта иммиграционная волна не дошла Она осталась в больших городах Вот что происходило в больших городах Ну, когда я говорю, не дошла, естественно, кто-то дошел, а кто-то нет Но большей частью эти люди поселялись в больших городах Так вот, в Чикаго, например, и в Нью-Йорке Процент иммигрантов составлял до третьей населения Определенные моменты Большие города, которые принимали и заглатывали себе Вот эту очень дешевую рабочую силу Дальше происходила интересная вещь Эти понаехавшие тут, они селились очень компактно друг с другом Их не очень интересовала новая страна Они пытались сохранить свою культуру, свои обычаи И поэтому читали газеты, которые выпускали их сородичи То есть был низкий процент ассимиляции Были еврейские кварталы, итальянские, китайские, немецкие и так далее И они держались вместе Это были их магазины и так далее Но им надо было где-то работать И поэтому они брали самую дешевую работу Какая только может быть Я был в музее, в эмигрантском музее как раз того времени Там 20-х годов Это, конечно, в Нью-Йорке, в районе Де Ленси Но смотреть, конечно, страшновато, понимаете Потому что на одном диване поперек спали четверо детей А так как ноги не умещались, им подставляли стулья Или они спали по очереди И самая дешевая работа, которая только была Но они занимались тряпками Потому что чем еще в Де Ленси Это был такой центр пошивочной Пошивочная мастерская Нью-Йорка С утра до вечера стояли женщины и мужчины И отглаживали костюмы И относили их в мастерские Которые, естественно, этим торговали Ну, пары чат стояли Что интересно Что после посещения этого музея Я поехал к одному коллекционеру На самый дорогой район Это Пятая Эвеню И вот те фамилии, которые там был в списке Семей, которые жили там, знаете От, не знаю, от Литвы до Киева От Бердичева до Одессы От Варшавы, я не знаю, куда еще Так вот, все эти фамилии иммигрантов Я всех их, все эти фамилии Я нашел на Пятой Эвене Спустя почти сто лет Они как бы их уже В качестве владельцев Что, что? В качестве владельцев Да, конечно Их внуки уже переселились Переселились туда Ну, это так Значит Ну, знаете, это хэппи-энд, можно сказать Что же касается вот этих маленьких Италий и так далее То они Каждый находил Пытался находить свою нишу Итальянцы шли в строители Знаменитая фотография небоскреба На которой сидят Знаете, балка торчит И на ней огромная Там, я не знаю На расстоянии, там, 200 метров от земли И сидят итальянцы Спокойно на этой балке А внизу просто пропасть И они обедают Знаменитая Классическая фотография Да, классическая фотография Вот вам это Это все были ирландцы Извините, я сказал итальянцы Ирландцы Итальянцы там занимались одним Выходцы из Южных районов России Занимались другим Каждый как бы более-менее находил Свою Свою нишу Однако, что интересно И вот тут, говоря о депрессии Надо сказать Что это очень важный момент Все они Так как они существовали Жили друг с другом Они же А всегда в диаспоре Кто-то зарабатывает больше денег Чем другие Они же И организовали банки свои У итальянцев был свой банк У евреев был свой У китайцев был свой И так далее И они стадно туда шли И это сказалось На том, что произошло Это сыграло огромную роль В дальнейшем Сейчас постараюсь вам Все это дело сказать В сельской хозяйстве Был, на мой взгляд, тихий ужас Но там была просто нищета Никакой канализации И водопровода В двадцатых годах Не было Было задействовано 45 миллионов Людей В сельском хозяйстве Которые жили Так же, как они жили В девятнадцатом веке И керосиновые лампы И они больше Собственно, ничего не хотели В южных штатах Находилось еще одно Бесправное довольно население На тот период времени Это афроамериканцы Тогда они носили Другое название Афроамериканцы Это как бы пришло Пришло значительно позже И Они же Во время кризиса По негласным договоренностям Были первые Которые изгоняли Со всех заводов И так далее Они это понимали Что афроамериканцы Первые находятся под ударом Когда наступает кризис Мария, мне показывать Что настало время Чего? Первого вопроса Йога для мозгов Вопрос первый В советском учебнике Школьном Характеризуя Великую депрессию И вот этот американский кризис Или международный кризис Его называли Приводилась В течение Многих десятков лет Одна и та же фотография Ну, одна фотография Там толпы бастующих Толпы бастующих Которые идут куда-то А на этой фотографии Была Запечатлена Печь Вот Почему Эта печь Была так характерна Для Для того Чтобы Наши школьники Понимали Какой ужас Происходил В Соединенных Штатах Во время Великой депрессии То есть Почему именно Эта печь Была для советских школьников Почему именно эта печь Вокруг печи Там что-то происходит Почему именно печь И что вообще Характеризовала Печь В то время Плюс 7903 797 6333 Пишите правильные ответы В конце часа Ну Скажу вам Сразу Что Обстановка В 20-х В конце 20-х годов Была конечно Не очень здоровая Но никто Не предполагал Что Кризис грянет Когда я вам говорю Что есть какие-то вещи Которые очень похожи На то Что происходило Годы спустя То конечно Это в первую очередь Биржа Которая летит В Тартарары И что собственно С ней происходит Дело в том Что Многие Зрелые Инвесторы Считали Что И в общем По праву Считали Что спекуляция На бирже На тот период Времени Значительно Интереснее Чем Создание Собственных Предприятий И предприятия Которые зарабатывали Большие деньги Такие как Я не знаю Форт И так далее Они вкладывали Деньги В Инструменты Которые Покупали Через брокеров На бирже То есть В Ценные бумаги Ценные бумаги На тот период Времени Дорожали Это конец 20-х годов И дорожали Практически Каждый день И поэтому Считалось А для чего Там Вкладывать Своё Производство И его Расширять Когда и так Спрос Идёт Когда можно Довольно Здорово Зарабатывать На ценных Бумагах Что интересно Что федеральная Система Разрешила Брокерам Покупать Для своих Клиентов Ценные бумаги В кредит То есть Ты покупал Акции 10% Например У тебя было Денег на 10% А дальше Тебе давали Кредит На то Чтобы ты купил Ещё 10 или 20% Просто кредит Ты ничего не против Но под залог Однако Ты подписывал Бумагу По которой Существала такая штука Которая называлась Margin Call Такой Маржинальный Отзыв И в ту секунду Когда акция Падала В цене Ты должен был Возместить деньги До падения До уровня Того Который ты купил Поэтому Когда Да Любое Все это происходило Люди замечательно Зарабатывали Но в ту секунду Когда настал Трагичный момент И Брокеры Каким-то образом А вот Одна штука Которая характеризует Все Абсолютно Кризисы Вот кто бы мне что ни говорил У меня всегда есть своя теория Это психология Это настроение И психология Когда люди начинают Сходить с ума И Начинают продавать То Или что-то хотеть То остановить Эту волну А почему это происходит Не знает никто Но остановить Эту волну Практически невозможно Как сейчас Полное безумие С этим коронавирусом Идет Да То и полное безумие На самом деле Было в конце 20-х годов Когда Вот этот Знаменитый Сначала черный По-моему Вторник Или четверг Уже Не имеет значения Рванул И Акции Начали скидывать Когда начали скидывать Акции Это у людей Которые не продавали У них начали требовать Вот этот самый Маржин кол Или маржинальную Доплату Люди это делать Не хотели Или не могли И Началась цепная реакция Началась цепная реакция Потому что Полетели Финансовые институты Которые вкладывали деньги И остановить это было Практически невозможно А что же произошло Вкладывали деньги И большие корпорации И банки Они Начали Как говоря Завременным языком Моих детей Со страшной силой Пытаться Выйти из этой ситуации И начали продавать Усугубляя момент Что было на самом деле Еще хуже Какие же банки Рухнули в первую очередь В первую очередь Рухнули банки Как раз Вот этих Бедных иммигрантов Куда иммигранты Несли свои последние деньги Потому что Они хотели Сэкономить Для того Чтобы Купить себе квартиру И отправить ребенка В школу Последние копейки Они нишли Как раз Именно в эти банки Первыми полетели Банки Которые Первыми летят Бедные банки Конечно Первые полетели Сельскохозяйственные банки А потом Случилось страшное Вот после Черного четверга Там и Черного Вторника Случилось то Что Как бы К чему не был готов Ни президент Гувер Ни никто другой Рухнул Банк С очень неприятным Названием Для Кризиса И вот тут Все пошло По накатанной Знаете Мария Какое название Было Я думала Для кризиса Это и есть Название банка Давали деньги Для кризиса Этот банк Назывался Bank of United States Банк Соединенных Штатов Америки Собственно Что произошло Никто За границей В Великобритании Во Франции В Германии Не анализировал Что это за банк А это был банк Довольно большой 400 тысяч вкладчиков Это был еврейский банк Который рухнул И который вкладывал Все деньги в биржу Потому что банку Куда-то надо вкладывать деньги Чтобы зарабатывать Он рухнул Следом за ним Рухнул Итальянский банк Следом за ним Каскадом Пошли Пошли другие банки Но Для Европы Рухнувший банк Который назывался Bank of United States Это был знак К тому Что что-то происходит А что-то происходит Не то В это же время Как реагирует На все Великобритания Великобритания Занимается Своим делом Они как всегда Стояли Немножко На особом пути Дело в том Что фунт Был безумно дорогой Безумно И он Имел золотой эквивалент В штатах Которые Соединенные штаты Которые Инвестировали Много На тот период Времени Миллиард Я не знаю Приравенец Которые Десятки Миллиардов На сегодняшний день Соединенные штаты И казначейство Инвестировало Большие суммы В Фунты Инвестиции Были настолько Велики Насколько Во время Кризиса Чтобы спасти Ситуацию И помочь Рухнувшим банкам А их было Ну например В декабре 30 По моему 30 или 31 Года Могу путать Но неважно Не имеет особого значения За Полтора месяца Это началось Там в конце октября И закончилось В середине В середине Декабря 537 банков Соединенных Штатах Америки Накрылись Полностью Как бы Сгорели Так вот Чтобы каким-то образом Выйти из этой ситуации Американцы Захотели Поменять Вложенные Фунтики На золотой эквивалент Чтобы как-то Вывести эту ситуацию Более-менее Откуда-то Но очень быстро Не знаю каким образом Правда В Великобритании Был принят закон Что да Фунт Имеет эквивалент Золотой Но он Этот эквивалент Распространяется Только На территории Великобритании Включая колонии Но никак Не на другие страны Которые не могут Затребовать у них Фунтика Чтобы поменять его На золото Этим Вот Одним Этим Декретом Который вышел В Великобритании Рухнул Знаете что Международная торговля Она прекратилась Раз и навсегда Вот Раз и навсегда Конечно нет Но До войны Она В общем Перестала существовать Америка Замкнулась на себе Англичане сказали Что это империя Огромная империя Которая была Там Знаете Индия Гонконг И все такое прочее Да Ну уже не говоря Об Африке Они сказали А мы вообще Самодостаточные Я бы сказала Что англичане Как всегда Сделали Брекзит В рамках Империи Я не подумал Англичане Хорошая идея Англичане сделали Брекзит И сказали Спасибо До свидания Мы самодостаточны И это был Сокрушительный удар Такой нокаут Который пришелся Конечно По Соединенным Штатам Америки Которые не могли спасти В эту секунду Когда поняв Что происходит Президент Гувер Бедный парень Который не знал Вообще Что делать Который великолепно Знал банковскую систему Но экономистам Был довольно плохим Созывает Главных банкиров страны До которых Еще кризис Не докатился Потому что рухнули Огромное количество Маленьких банков Ну Нам надо Прерваться на мгновение И я Вернусь к вам Вот с этим Американским кризисом 20-30-х годов Йога для мозгов Ну, это программа Йога для мозгов С Александром Добровенским А я хотел вам сказать Что немножко музыки Подарила нам Мария Потому что Нам захотелось Создать атмосферу Великий фильм Однажды в Америке Действие происходит Как раз В годы Великой депрессии Вот захотелось Напомнить Если вы не видели Этот фильм Мы очень советуем Посмотреть Потому что Атмосферу Которую передают Там Она конечно Изумительная Напомните этот фильм? Да, конечно Ну, мы остановились на том Что во время Этого кризиса Понимая, что Все летит В тартары И все рушится Значит Президент Гувер Собирает То, что Когда-то потом В общем Очень напомнило Встречу Ельцина Президента Ельцина С банкирами Помните У нас была такая Семибанкирщина Он собирает Представителей Крупнейших банков И говорит Послушайте Так как Кризис Затронул Абсолютно всех И Мы С вами Сталкиваемся С социальной Проблемой Потому что На улице Осталось Неимоверное Количество Населения Например 45% В Детройте Было безработных Просто Нечего было есть А никакой Социальной Программы Не было Никакого Социального Обеспечения Не было Эти люди Просто Умирали С голоду Так вот Президент Гувер Собрав Этих Банкиров Крупнейшие Банки Которые Стояли На самом деле И уцелели Во время Этого Да Они конечно Много Потеряли Предложил им Помочь Мелким Банкам Для того Чтобы Вытащить Несчастных Людей И их Сбережения Каким-то Образом Хотя бы В части Вернуть Ну что Приняли Какое решение Приняли Банкиры И сказали Нет Вы знаете Не будем Помогать Пусть Правительство Помогает Это знаменитая Встреча Которая Продолжалась Всю ночь Он Втайне Президент Гувер Приехал На встречу С этими Банкирами И до утра Не смог Их Уговорить Ни о чем И кризис Развернулся Еще с Большей Силой Нежели Чем был Ну для примера Я вам Расскажу Что на самом деле С чем Сталкивались Люди В 1932 году В Детройте Полиция И частная охрана Службы Знаменитого Знаете Вот икона Капитализма Человек Которого изучают В учебниках Так вот Частная охранная Служба Генри Форда Вместе с полицией Расстреляла Шествие Голодающих Рабочих Им нечего было есть Мужчинам Нечего было есть А можете представить Что происходило С их детьми И женами Так вот Мужчины Вышли На демонстрацию Они ничего не громили Они просто вышли На демонстрацию Но полиция И охранники Генри Форда Испугались И они расстреляли Шествие этих Голодающих Несчастных Которые проводили Голодный марш Они хотели Показать Миру Что им нечего есть Там были люди Которые несли Умирающих детей На руках Было убито Пять человек Десятки раненых А неугодные Люди Которые там Зачинщики Попали в армию Еще раз В прошлый раз Я рассказывал О Чаплин Посмотрите его фильм Это очень интересно Вообще Наблюдать Потому что Чаплин Как зеркало Того что происходило Там новые времена Или огни большого города Совершенно великолепные Зарисовки Того что происходит В тридцать седьмом году Во время Так называемой Стальной забастовки Столетейной Забоды Чикаго Против Рабочих Которые Вышли Я не говорю о том Что писалось в это время В Советском Союзе Обо всем об этом Это была отдельная тема О которой можно рассказывать Так вот В Чикаго Вышли рабочие И только по официальным данным Все говорят Что они лживы По официальным данным Полиции было убито Десять человек Увещи получили Несколько сотен Потому что началась давка Арестовано было Почти тысяча двести человек Тысяча двести человек Которые Из них Большинство получило Какие-то сроки Это вообще в историю Этот день С тех пор называется Memorial Day Massacre Такой знаете День памяти Погибших людей Что настало время Второго вопроса Да, давайте Второй вопрос Йога для мозгов Вопрос второй Чтобы все красиво Да Второй вопрос Более Более смешной Если хотите Это подсказка Кстати По более не менее Проверенным данным Врачи Нью-Йорка Вот во время Этого кризиса Заработали На то время Баснословную сумму Врачи Нью-Йорка 40 миллионов долларов Буквально за несколько лет А почему именно врачи Зарабатывали такие деньги Плюс 7903 7976333 Пишите пожалуйста Это смс-портал Приложение Сайта И не забывайте подписываться Что интересно Все это привело К тому Что Ну Люди уходили В криминалы И так далее Потом Кстати Криминал Очень интересно Повел себя Несмотря на то Что его пытались Там Задавить Но Аль Капоне Например Открыл Такое Бесплатное кафе В Чикаго Было открыто Где варили суп И раздавали Безработным Поэтому Знаете Это был еще один Барьер К тому Чтобы его не арестовали В конце концов Конечно его арестовали Но вот такую штуку Он сделал Бесплатная раздача В столовой Которую он сделал Именно в 31 году В штате Иллинойс И за это конечно Итальянцы Ну в первую очередь Почему-то он там Итальянцы Не почему-то Итальянцев приветствовал Там кстати Варили итальянский суп Итальянцы Итальянские повара Конечно Да Но в общем Не было никакой Дискриминации И Аль Капоне Когда его судили Он говорил Кто вообще вам Спас половину Чикаго Я бесплатно кормил Ну не очень был Произвел большое впечатление Уровень безработицы В конце концов В Чикаго И в Детройте В 32-33 году Доходил до 50 процентов 50 процентов Населения Было безработным Конечно Гувер Президент На тот На тот период Времени С треском Проиграл Выборы Ну собственно Он Мало в чем Был виноват Знаете Он был виноват Наверное В том Что он Не принял Каких-то Драконовских мер И он Проиграл Конечно Вы точно Знаете Кому Он проиграл Рузвельту Который Победил его Ну это даже Знаете Вот смешно Даже не нокаут Кстати Гувер был Республиканец А Рузвельт Демократ Это даже не наказал Я даже не знаю Как это назвать Потому что За Гувера Который Хотел идти На второй срок Проголосовало Там шесть Выборщиков А все остальное Вот все остальные Проголосовали За Рузвельт Рузвельт Говорил Приблизительно Тем же языком Что и Нынешний Президент Соединенных Штатов Когда избирался Он говорил Я Заключаю Для Америки Новый контракт В чем заключался Новый контракт В то время Настолько все были Оглаушены Тем Что происходило Никто толком Ничего не понимал Однако Все понимали Что каким-то образом Вылезать из этой ситуации Надо Там происходили Еще очень интересные вещи Дело в том Что Соединенные Штаты Америки После Второй мировой войны За ту помощь Которую они оказывали Европе Во время После Второй мировой Простите После Первой мировой войны За ту помощь Которую они оказывали Европе В частности Франции В частности Германии Там Италии Австрии И так далее У них были Огромные кредиты Перед ними Деньги Которые европейские страны Должны были платить Денег Ни у Германии Ни у Австрии Не было Тогда Что придумали Американцы Знаете Вот замкнутый круг Они давали Деньги в долг Государственные займы Они давали Деньги в долг Этим странам И якобы Те платили им Обратно То есть Такой знаете Круговорот Это ничего не давало Никому Потому что денег Они не получали А эти деньги Отражались только В банковских книгах Видите какая ерунда была И вот Когда Рузвельт пришел Первое что он сделал На самом деле Это был очень умный ход Он просто обрезал это Понимая Что все это фикция И никто никогда Никаких денег не вернул Просто страна живет На том Что записывает Какие-то цифры В дурацкие Банковские книги Совершенно не Осознавая того Что это Это даже не деньги Понимаете Это Это ничто Когда Рузвельт Столкнулся На самом деле С тем что происходит И понял Что Значит Валовый Валовый продукт Упал На 30 процентов Он ужаснулся Он сделал Абсолютно правильную вещь На самом деле Он начал Затягивать гайки Но каким образом Естественно Он повысил налоги Но куда еще деться Второе что он сделал Он ввел Новое законодательство Он ввел Минимальную заработную плату И распределение Заработных плат По Семьям рабочих Что такое Семьям рабочих Все например Строители Укладчики Кирпичей Меньше чем Столько денег Как в спорте Сегодня Минимальная Заработка Вот что он сделал На самом деле На самом деле Помогло это или нет Очень трудно сказать Кризис продолжался Более не менее Но люди начали верить В то что Вот пришел Добрый Рузвельт Демократ И он что-то сделает И вот то что я говорил В самом начале Нашей программы Что очень характерно Для любого кризиса Это Нервы Вот нервы Чуть-чуть Начали успокаиваться Чуть-чуть Потому что Пришел добрый дядя Который поможет И Франклин Рузвельт Этим конечно Бодро весело Пользовался Пытаясь Каким-то образом Значит От инфляции Уйти И Привести Сознание Людей В то что Все будет хорошо Хорошо Не очень становились Ну отменили Этот самый Злополучный Совершенно идиотская вещь Слушайте Хорошая идея Мне пришла в голову Я вам расскажу Как-нибудь О сухом законе Настолько Бредовый он был написан Настолько По-дурацки Был сделан Что это вообще Его отменили Окей Хорошо Потому что Много 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 Сотен миллионов денег Казна не досчиталась Все пили Были совершенно В Нью-Йорке Официальные Полуподпольные Какие-то штуки Да Где можно было Зайти и выпить Ничего это не дало Абсолютно Кроме того Что там люди травились И когда Там В одном Питейном заведении Проанализировали Там якобы Виски Которые пили И нашли там Бензин Керосин Я там не знаю Что еще То в общем Стало понятно Что нация Будет уничтожена Уже со всех сторон Естественно В это время Упала рождаемость Потому что Никто не хотел Еще Знаете Рожать В то время Когда нечем было Вообще Никого кормить Смертность Была Подскочила Практически На порядок По сравнению С тем Что было В двадцать Восьм году Это были Отголоски Страшной Первой мировой Войны И это была Знаете Такая В кавычках Гражданская война На самом деле Потому что Было непонятно С кем ты воюешь Но успокоив Вот эту Эту толпу Которая Дрожала От негодования И не понимала Что ей делать Рузвельт Шел Знаете Вот у него был шанс И он шел Именно К тридцать девятому Году А в тридцать девятом Году Началась Первая мировая Война А это значит Очень простую вещь Рузвельт сделал Две Победоносные вещи Для того Чтобы свалить Кризис Первая Он взял Безработных И они начали Работать За сущие копейки А очень часто И бесплатно Строить Дороги Железные дороги И дороги Но человек Стал Стал чем-то Появилась надежда Он утром вставал На работу И шел И его хотя бы За это кормили А он мог привезти Ребенка И тот тоже мог поесть Отличная вещь Да И вы знаете И настроение Начало меняться Впрочем О настроении Я расскажу Сразу после Маленького перерыва Оставайтесь На серебряном дожди Йога для мозгов Йога для мозгов С Александром Добровенским Мы сегодня Говорили О Великой депрессии О кризисе И о том Что Один кризис Похож на другой И то Что их соединяет Это конечно Психология Психология людей Которые Пытаются Спастись Не понимая Что спастись Толпе Очень сложно Толпа Тебя Раздавит Так же Как она Раздавила Миллионы людей В Соединенных Штатах Америки То любой другой Кризис Страдает Конечно Человек из толпы В первую очередь Потому что Вот этот Система Домино Валит банки Валит брокеров Валит инвесторов Но потом приходится По Обыкновенным Обывателям Не случайно Что По-моему Нобелевское Время Милтон Фридман Знаменитый Такой Классик Уже Экономист Сказал Что В том Что произошло В 20-х годах В конце 20-х годах И в 30-х Виноват Кризис Доверия Да Люди Перестали доверять Да Они спекулировали И решили Выйти И вот Когда вся толпа Инвесторов Решила выйти Вот тут Все И началось Началось Настолько Что Повернуть Уже вспять Это было Невозможно К Виде анекдота Скажу вам Что К банкам Которые Не отдавали Деньги Относились Настолько Настолько Плохо Хотел сказать Как сейчас Депутатам Настолько Ужасно Что два Преступника Двое Убийц Бонни и Клайд О которых В дальнейшем Слагали Легенды Делали Фильмы И знаменитая Песня Бриджит Бордо И Гинсбор Бонни и Клайд Ну и естественно Фильм Американский Со звездами Американского Кино Так вот В период Великой Депрессии Настолько Ненавидели Банкиров Что Эти грабители Убийц Они стали Национальными Героями Бонни и Клайд Это люди Которых Прятали И которых В общем Довольно трудно Было арестовать Полицейским Потому что За то что Они выступили Против ненавистных Банкиров Представляете То простой Американец Уважал В общем В общем-то Грабителей Убийц Однако Настало Время Настало Время Подвести Итоги И ответить Правильно На те вопросы Которые я задал Как был первый вопрос Какая фотография Циркулировала Из учебника В учебник На которой Была изображена Печь Значит Совершенно Не случайно Я задал этот вопрос Расскажу Александр Самый распространенный Ответ был Что топили Банкнотами Настолько Они Обанкротились Банкнотами Не топили Конечно Но Я абсолютно Не случайно Задал этот вопрос Мне было Очень интересно Догадаетесь Вы или нет Один человек Догадался Значит Дело в том Что Вам ничего Не напоминает Перепроизводство Нефти Например Да К вечеру Будет сказано И чехарда С ценами Которая В этом случае Происходит Так вот Было решено Правительством Гувера В связи С перепроизводством Зерна Попытаться Удержать Цены На зерно А не Устраивать Конкуренцию Которая Задавит Абсолютно Всех Потому что Зерно В одном штате Продавали дешевле Чем в другом И в результате Это могло Сойти Скатиться До нулей Так вот Жгли В печи Зерно И эта фотография Циркулировала Из учебника Учебника У нас победил Кто Александр Чей номер Заканчивается На 088 Александр Мы вас поздравляем Поздравляем Что же касается Второго вопроса Он немножко Забавнее И он Касался Конечно Сухого закона О котором Я так Намекал Дело в том Что он был Совершенно по-идиотски Написан Я много раз Уже говорил Об этом Но например Там была лазейка О том Что алкоголь Можно употреблять Исключительно В лечебных целях Так вот Врачи Нью-Йорка Выписывали Я думаю Что я в остальных Городах Я про Нью-Йорк Просто знаю Врачи Нью-Йорка Выписывали Рецепты За деньги Естественно В которых было написано Что такому-то Такому-то Полагается Там я не знаю 100 или 200 грамм В день Ну вот так И у нас есть победитель Тоже Александр Чей номер Заканчивается На 66 Александр Поздравляем Сегодня везет Александром Ну я поздравляю Александров Конечно И с сожалению Констатирую Что наша йога Для мозгов Подошла сегодня К концу Я буду скучать Без вас До следующей среды Всего вам хорошего И не обращайте Внимание на кризисы До следующей среды Йога для мозгов А в следующем часе У нас вечерний РБК Подводим информационные События этого дня И 730 101 Телефон будет работать В следующем часе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова